Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и у меня в гостях сегодня Валерия Волокжанина, директор Увятской гуманитарной гимназии. Валерия, добрый день. Не буду скрывать, давно хотел вас позвать в программу. У меня есть такой шорт-лист, по которому я перед каждой программой прохожусь. И вы в нем были, и я рад, что вы согласились. Вы необычный для моей программы гость. Обычно у меня все-таки в большинстве случаев бывают представители бизнеса, предпринимательства, иногда из власти. Но вот последние, наверное, несколько месяцев я приглашаю тех, кто так или иначе работает с подрастающим поколением, назовем это так, потому что все больше прихожу и к пониманию, и к осознанию того, что целый ряд проблем у нас в стране, связанные с многолетними системными сбоями. И исправление их также предстоит нам в таком же режиме. Многие вопросы, к сожалению, по щелчку, что называется, не решить. И, собственно говоря, сфера образования и является. То есть сферой, в которой вот такое системное воздействие, которое потом сказывается через несколько уже лет, вот оно там имеет место быть. Начнем с классики. Проблема отцы и дети. Присущая, мне кажется, всем поколениям, всем этапам. Какие сейчас школьники? Вот какие мы, мы знаем с вами. А школьники сейчас какие? Вот вы какими их видите? Конечно, школьники, они разные. То есть есть мнение, что сейчас поколение потеряное, оно никаких ценностей не имеет, авторитетов для него нет. Но глядя на детей разных возрастов и на наших выпускников, которые уже состоялись в профессии, вот моим первым выпускникам уже по 37 лет. То есть это уже сами родители, которые привели детей в гимназию. Это уже отцы, это уже матери, поэтому это тот продукт, который получился от нашего воспитания, нашего образования, и уже через поколение приходит к нам. Конечно, проблема отцов и детей, она всегда была. И самое главное, что вот тот кризис, который проходит, наверное, все семьи и все дети в период вот таких конфликтов, это умение слышать друг друга, умение принимать друг друга и умение находить компромисс. Потому что действительно поколение родителей, оно в более таких консервативных традициях было воспитано, и оно было несколько более, может быть, таким однолинейным. Дети сегодняшние, они очень хорошо ориентируются в современном мире. И если, например, вот для нас, для нашего с вами поколения образование, которое мы получали, и ту такую карьерную дорожку, профессиональную дорожку мы выбирали, нам очень сложно с нее сойти кардинально. Современные дети, они не боятся этого, потому что выпускники, мы смотрим, куда они поступают, например, они поступают в один вуз, потом через 2-3 года, или когда заканчивают, поступают в другой, поступают в третий, и многие в итоге приходят к педагогике. Хотя, когда заканчивали школу, ни за что никогда учителям, и родители активно отговаривают их от этого, мы никогда не будем. А потом они понимают, и нам так нравится с детьми. Мы учимся в медицинском вузе, но каждое лето мы едем в лагерь работать с детьми. Много к вам возвращается в качестве преподавателей ваших выпускников? Есть такой вообще процесс? Такой процесс есть, и как раз к Дню Учителя в этом году, к 5 октября, одна из наших учениц, десятиклассница, вместе с педагогом, делала проект учителя-выпускники. И была хорошая очень выставка, и в соцсетях мы размещали информацию. На сегодняшний день 9 человек — это выпускники гимназии разных лет, в том числе и я, я заканчивала гимназию в 93-м году. И, наверное, вот та традиция, тот уклад жизни гимназии, который ребёнок, обучаясь, впитывает в себя, потом, пройдя через профессиональное обучение, он дальше уже передаёт другим поколениям. И им не надо объяснять о каких-то негласных традициях, атмосфере, культуре, которая существует у нас в Вятской гуманитарной гимназии. Потому что иногда бывает достаточно сложно с молодыми педагогами, которые приходят с каким-то своим пониманием, несколько отличным от нашего, а в этих детях мы уверены. Ну, Валерий, вы сказали, что они разные. Но при этом, собственно говоря, проблема ведь отцов и детей, она не в том, что одни плохие, другие хорошие. А проблема, ну, вернее, она не проблема, она констатация в том, что они другие. Да. Вот и они, дети, которые сейчас учатся, они тоже другие. Вот в чём другие? Нелинейность. Да, понятно. И здесь мы чуть позже с вами даже поговорим, я как работодатель пообсуждаю вот эту их фактуру, да, эту их сторону. В чём ещё они другие? Как они смотрят на жизнь? В чём отличие их взглядов от нас? Они очень мобильны, они не боятся перемен, вот я об этом уже сказала. Они достаточно уверены в себе. Единственное, что они иногда путаются в тех, в том обиле информации, в нашем информационном пространстве, которое есть. То есть не имея опыта жизни, они не всегда понимают, что истина, что ложна, где фей, где истина, да, где истинная информация, то есть вот это, наверное, есть. Они очень сложно принимают какие-то авторитеты. То есть просто так сказать, что вот этот человек такой умница, его надо слушаться, они, наверное, это не примут. Они только через какие-то свои ощущения, общение, они придут к тому, что да, это тот человек, который действительно классный, или это тот человек, который может быть не совсем тот, который есть. Они в чём-то обделены в такой сфере, как эмоции, в эмоциональной сфере. И это мы видим, и я думаю, здесь, с одной стороны, может быть и причина пандемии, когда в два года практически не было каких-то массовых мероприятий, походов в театры, походов в кино, обсуждения что-то, общих каких-то вот таких мероприятий, когда мы всю школу собираем. У них этого меньше стало. И вот это, наверное, проблема. Пока мы вот видим проблему, что у них эмоциональная и волевая сфера, они сейчас начинают страдать. Дети готовы к самостоятельности. Они очень хотят этой самостоятельности, но не знают иногда, как этим воспользоваться. А ещё когда родители или педагоги им по рукам надают, то уже и желания к этой самостоятельности у них становится всё меньше. Но это дети, которые готовы какие-то свои увлечения делать смыслом своей жизни, работают над этим. То есть они построят тоже своё развитие на интересе. Вот если этого интереса нет, то из-под палки их не загонишь. Я раньше мотивировала своих детей. Ну, филологи, мы всегда принимаем в старший класс очень много стихотворений наизусть. И понятно, что юноши эти стихотворения учат с очень большой неохотой. Я всегда говорила давно-давно, что ну как, вот ты будешь признаваться девушке в любви, ты можешь процитировать строчки. Они тогда ещё 20 лет назад уговаривали. Сейчас бесполезно. Я найду в интернете и перешлю ссылку. Да, да, да. Но с другой стороны, например, вот приятно, когда с детьми устанавливается контакт, и причём вот мы отметили, что выпускники приходят в школу, приходят разные, но чаще всего приходят те, которых мы больше всего ругали в школьной жизни. То есть только через какой-то промежуток времени они осознают, уже став взрослыми, что педагог, гимназия сыграли большую роль в их жизни, и они говорят, слушайте, я никогда Толстого, вот вы задавали, сколько я не читал. Вы не поверите, я сейчас еду на работу, у меня Анна Коренина аудиокнига. Я говорю, как? Слушайте, ну вот на самом деле это же история про троечников и отличников, да, и кто чего достиг, добивается больше в жизни, а ведь в глубине этой истории как раз вот то, о чём я вас хотел спросить. Смотрите, дети, ну, каждое поколение разное. Причём, вот, не знаю, согласитесь вы или нет, у меня в последнее время формируется такое впечатление, что, ну, раньше поколения были понятны. Ну, примерно 20-25 лет, да, то есть вот отцы и дети. Сейчас этот диапазон серьёзно сужается, и, условно говоря, между, там, ребёнком, не знаю, 12 лет и 20 от отроком, это уже то же поколение, а то, может, и не одно уже. То есть уже не 20 лет, а до 10 точно сократилось, и даже где-то, там, ближе, наверное, к 7-8 годам вот такой поколенческий разрыв. Они разные, они другие, при этом система образования, школьная программа, учителя. Ну, это всё достаточно стабильная такая фактура. И вот здесь вопрос в чём? Система пытается их разных, которые уже даже, ну, в течение, там, 10 лет школьного обучения у вас одновременно оказывается несколько разных поколений в школе. Вот вы их пытаетесь сделать такими, более-менее одинаковыми под систему? Или система меняется под них? Вы пытаетесь, ну, вот, найти этот интерес? Как вот процесс этот происходит? Ведь мы понимаем, вот вы правильно, как бы, почему мне понравился этот пример, да, действительно. Выучив стихотворение, будешь признаваться, петь серенады и завоюешь сердце. Сейчас этим не возьмёшь, сейчас другие. Как система образования на это реагирует? Как вы на это рефлексируете? Ну, во-первых, мы все знаем ту константу, что система образования достаточно консервативная, да, и педагоги очень консервативные. С одной стороны, это очень хорошо, потому что если мы будем, вот, как флюгер, под каждое веяние времени перестраиваться, то фундаментальности образования, которым всегда отличалось наше российское образование, его не будет. Но, с другой стороны, если методами 30-летней давности учить современных детей, то кроме отторжения тоже мы ничего не получим. Вот и вопрос. Поэтому вот необходимо соблюдать очень хороший баланс между тем, что обязательно должно быть привитое ребёнку в школе, и то, какими средствами вот эти фундаментальные знания и ценности мы прививаем, это должно меняться. То есть, например, никто не отрицает, что школа так или иначе всё равно воспитывает. И, например, те постулаты, когда, например, юноша здороваясь должен встать, если он здоровается с женщиной, при входе в школу он должен снять головной убор. То есть это вот те ценности, которые не зависят от времени. Это остаётся, и мы это очень сильно требуем с детей, чтобы у них вот этот автоматизм доходил. Потому что иногда бывает, что мы видим, приходят родители на собрание, и мужчина может сидеть в кепке, всё, собрание. Да, то есть мы пытаемся всё-таки нашим детям прививать ту культуру, которая вне времени и вне пространства. Это уважение, это чувство своего достоинства и уважения, достоинства другого человека, это честность, это открытость, это желание преобразить мир. То есть вот те позитивные вечные ценности мы транслируем. Принимается это имя, ребятами? Принимается. Понятно, что это не прямолинейно и не через один раз. И если мы прочитаем, например, приведём три классных часа о том, что надо уважительно относиться к девочкам для мальчиков, толку не будет. Это только будет в ежедневной нашей жизни, когда наши мужчины-педагоги будут показывать этот пример им, когда родители будут, в принципе, транслировать эти же самые ценности, когда мы будем реагировать на ребёнка. Я вот подхожу к кабинету, у меня у кабинета стоит диван, все здороваются, среди девочек сидит мальчик, он не оторвается. Телефон тоже со мной здоровается. Я могу просто пройти мимо. А могу сказать, Ваня. Здравствуй ещё раз. Да, здравствуй ещё раз. То есть тут зависит это от нас, взрослых. Подходы, конечно, должны меняться к обучению. И если мы знаем, что это те дети, которые выросли с самого рождения в информационном обществе, для них телефон, планшет, компьютер, это то, с чем они с младенчества так или иначе общаются, то, наверное, наиболее эффективно будет, когда мы в образовательный процесс тоже включаем средства, электронное обучение, а не только мел и тряпка. И это очень сложно для педагогов старшего поколения. Потому что у нас были дискуссии где-то лет, наверное, 5-10 назад с педагогами. Мы говорим, мы вам повесили интерактивные доски, у нас есть там такие-то средства. Они говорят, я 30 лет мелами тряпкой выучила всех и сейчас выучу. И суть в том, что она действительно выучит. Но насколько здесь мы немножко будем ломать ребёнка, то есть он этот же материал, но, например, другими средствами освоит с большей мотивацией в более короткое время и более эффективно. То есть тут вот есть разные подходы. Если педагоги умеют вот это время чувствовать и идти, то тогда успех, наверное, в большей мере будет. Поэтому мы, например, очень любим брать молодых педагогов. Мы не любим переманивать учителей из других школ, потому что в этом тоже есть какие-то моменты и плюсы, и минусы. Иногда бывает, что педагоги от работы в четверг говорят, нет, мы не можем, мы пошли обратно в школу, в своё. А когда мы приходим с молодыми педагогами, мы уже их можем вот так вот вырастить, наставить так, как это надо. И у них это вот первый опыт вхождения в профессию будет. Валерия, давайте посвятим часть программы, надеюсь, развенчанию стереотипов, которые есть в обществе. Но надеюсь, что мы сможем это сделать. Вот вы сказали о воспитательной функции школы. Бытует мнение, что Министерство теперь что, просвещения у нас, Российская Федерация, до этого Минобород давно сказал, школа это не место, значит, тут не должна школа заниматься воспитанием, школа должна и уже даже обучением не должна заниматься, только навыками. Вот навыки освоили и пошли дальше там учиться в эту жизнь. Так ли это? Мне кажется, что задача школы это развитие человека, помощь в становлении человека. Потому что, если даже исходить из наименований наших учреждений, всех учреждений, это общеобразовательное учреждение. В образование неразрывной частью входит и обучение, и воспитание. И иногда, мне кажется, некоторое лукавство, когда все говорят, что воспитание ушло из школы, вот давайте его возрождать. Оно никогда не уходило из школы. Не уходило, остается оно там. Оно и было, оно и остается. И это та функция, та миссия, которая, наверное, есть в каждой школе. И это вообще, наверное, одна из основных функций учителя. Это не только урокодатель. Как мы иногда говорим, между собой это не офисный работник, который пришел на 40 минут на урок, отчитал его и ушел. И на перемене, и после уроков вечером его не волнует ни судьба детей, ни судьба образовательных организаций. То есть это так или иначе, это судьба, это призвание, это служение. Можно тут разные слова подбирать. Но это то, в чем... То есть воспитание идет постоянно. И мы воспитываем, мы воспитываем своим примером. Мы воспитываем детей даже своей страничкой в соцсетях. Мы воспитываем общением с ними. Отвечаем мы на вопросы, не отвечаем. На переменки мы как-то реагируем на их потребности или не реагируем. Мы проходим мимо, когда они, допустим, сидят на подоконнике, где они должны сидеть. Или мы каким-то образом беседуем с ребенком. Независимо от того, это твой ученик в твоем классе или не в твоем классе. Поэтому это, мне кажется, вот все равно уклад жизни и педагогического коллектива, и понимание учителя своей миссии. То есть воспитание, оно всегда. И мы воспитываем на уроке постоянно. Тем более, что, вы знаете, я тоже некоторое время назад задумался раньше, говорили, что ты достаточно много времени проводишь в школе. И поэтому школа, естественно, выполняет вот эту воспитательную функцию, дает тебе понятие определенных ценностей, культуры, поведения, еще чего-то. Но, в общем, как бы и родители должны тоже этим заниматься. А сейчас ведь получается, что в неком коммуникационном процессе межчеловеческом ребенок находится, наверное, большую часть времени в школе. Потому что дома это как раз, ну, зачастую, к сожалению, те самые гаджеты, в которые либо ребенок погружен, либо родители. И вот этого, как бы, процесса передачи ценностей, правил, навыков, знаний, он вообще сконцентрирован теперь в большей части в школе. А школа готова вот к этому воспитательному процессу? Готовы ли учителя? Есть ли у них возможность для этого? Это ведь тоже стереотип, который учителям запретили, значит, воспитывать детей. Вот это классическая история. Нельзя мыть классы. Нельзя? Нельзя. Почему? Только по согласию с родителями. Что за история такая? Ну, что такое? Ну, это... Это же нормальное состояние, когда ты, собственно говоря, вот так ценности ведь и формируются. То есть ты потом не плюнешь жвачку на этот пол, который ты помыл. Или, что еще важнее, твой друг помыл, который тебе тут же, как бы, и скажет по этому поводу. Вот что с этим стереотипом? Что там на самом деле? Мне кажется, что вот какой-то стереотип, о котором вы сказали, он несколько надуманный. То есть понятно, что лет там 20-30 назад, даже когда еще я начинала работать, не так детально и не так конкретно было прописано законодательство об образовании. То есть, ну, не было такого, действительно, как вы говорили, что для того, чтобы ребенка привлечь к труду, необходимо было согласие. Вот все время у нас больной вопрос в школе. Я говорю, ну, мы сидели, например, там согласие на каждый чих, да, как мы говорим. То есть прививка, согласие, вакцинация, согласие. Я говорю, мы сидели на уроке, зашли от полиомиелита делать, рот открыли все, всем капнули, и никто из родителей никогда даже подумать не мог, что надо где-то возмутиться, что права моего ребенка нарушены. Понятно, что сейчас, когда вот начало формироваться в большей мере такое дотошное детализирование нормативное, шаг вправо, шаг влево, что за это будет, здесь, конечно, стало в школе работать сложнее. Но если мы понимаем, что привлечение к труду законным образом возможно, мы работаем с родителями, и большинство родителей, я скажу, 99% как раз за то, чтобы было трудовое воспитание. И если это согласие подписано, а оно вот у нас, например, там практически, наверное, все родители подписывают, то ребенок может и доску вымыть, и где-то, если напроказничал, и пол подмести, потому что он пришел после физкультуры, не переодел вторую обувь, и после него сыплется песок. И это нормально. Вы правы, что они уже не будут так беспечно относиться к надписям, например, на партах, если они эти парты раз в месяц моют. Им не захочется уже отмывать. Сложно ведь обвинять потом их в потребительском отношении к жизни, если мы сами у них его таким образом формируем. Когда ты делаешь, что хочешь, и, собственно говоря, никаких последствий этого не будет. Просто понимаете, иногда педагогам и школам легче самим сделать за детей. Так же, как и родители. Легче. Несомненно, конечно. Потому что ты, если мама моешь посуду, ты вымоешь ее априори лучше, чем семилетний ребенок. Несомненно, конечно. Вот, еще и не разовьешь ни одной чашки при этом, да. Точно так же в школе иногда легче поручить вымыть что-то этих служащих. Она вымоет это качественно, и все будут довольны. Слушайте, ну по этому поводу же есть замечательная. Вот эта ленивая мама, когда у меня мелкий был, маленький совсем, я прочитал эту ленивую маму, я понял, что три раза сделать легче. А 33 раза так легче уже как бы научить его. И легче научить одеваться в два года, а не в 12. И потом 10 лет, собственно говоря, с этим забот не знать. Поэтому, ну, можно. 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 99% дают согласие, дети моют. Ну, не будем говорить, как себя при этом чувствует тот 1%, которому не дали согласия. Наверняка ведь кто-нибудь из них и захотел бы. Конечно. И это такая тоже сложная история. А еще один стереотип у нас буквально несколько минут до рекламы про неимоверное количество отчетности, которую пишут преподаватели. Так что даже Госдума вынуждена была некоторое время назад отрегулировать этот... Некогда учить, надо писать. Что с этой ситуацией на самом деле? Я не считаю, что вот эта ситуация, она дошла до какого-то предела. Я бы сказала, что бумага... То есть еще есть потенциал. Я бы сказала, что бумаготворчество называли на администрация школы. Но эта администрация, это не рядовой педагог. Педагог как писал отчеты по проведению контрольных работ, он так и выпишет, как заполнял журнал, как писал характеристики. Может быть, добавилась, конечно, отчетность у классных руководителей. Но она не из-за того, что директор предруковатый хочет загрузить, а из-за того, что он иначе не сможет собрать те данные, которые запросили с него. Поэтому вопросы в том, что рабочая программа, которую мы практически ежегодно переписываем, это да. Это согласно. А вот какие-то такие отчеты, которые прямо на педагога летят каждый день, ну нет. Ну а вот эти вот электронные средства сейчас, электронные дневники и все остальное. Я опять же по ребенку знаю. То есть если раньше ты записывал в дневник, сидит класс, учитель диктует, записали в дневник. То теперь он приходит у меня домой, открывает дневник, который учитель ему занес. Собственно говоря, все вот эти занятия. Вот мне казалось, всегда электроника должна упрощать нашу жизнь. Она с одной стороны упрощает, с другой стороны, если это не совсем умная электроника, она усложняет эту жизнь. Но действительно, да, раньше мы в три класса писали от руки, и еще попробуй журнал найти в учительской, потому что Марья Ивановна забыла принести с прошлого урока, и ты имеешь доступ ко всем оценкам класса, когда дети пишут контрольную, ты из любопытства пролистаешь все, и скажешь, ой, так Иванов, ты двоечник, и я ему два тоже поставлю. Теперь это исключено, и, конечно, стало удобнее. Удобнее стало с электронными сервисами. С электронными сервисами удобнее, чтобы их довести до совершенства, и будет совсем великолепно. Но вернемся к теме удобства и комфорта в школе после небольшой рекламы. Это программа «Разговор по делу», и через несколько секунд мы вернемся в эфир. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в студию. В эфире программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Валерия Волокжайна, директор Вятской гуманитарной гимназии. Мы все про детей да про детей. Давайте вернемся к учителям. Выяснили, что можно мыть пол. Можно. А, есть еще потенциал по заполнению бумаг. А кто они, учителя современные? Опять же, стереотип, который сложился, что очень невысокая зарплата, неблагодарная работа. Еще вот это, ну, на самом деле, не очень, ну, совсем не нравящаяся мне история, связанная с тем, что, ну, раз выбрали, то работаете. Да, как бы, вот, или как там, к сожалению, прозвучало, идите в бизнес. Вы сказали, что любите брать молодых, только что закончили. Какие они? Точно не деньгами, завлеченные в профессию, мы понимаем. Ну, вот, какие они? Понятно, что им хочется это, да. Но что в них отличного? Чем они другие? Они, те дети, те студенты, бывшие, да, выпускники, которые идут в школу, я думаю, что они идут туда осознанно. То есть, любимый вопрос, который задает заместитель директора у меня по учебно-воспитательной работе, если присутствовать на собеседовании, когда мы принимаем человека на работу, она всегда спрашивает, почему вы идете? Вы идете перекантоваться, потому что вы не знаете, что вы хотите, и вы ждете какое-то другое место. Или вы идете, потому что вы действительно всерьез и надолго, и хотите работать. То есть, если там на год-два, это несерьезно, и нам нет смысла в вас вкладываться, и вам нет смысла сюда идти. То есть, если сюда идем, то идем всерьез и надолго. Поэтому современные педагоги, которые приходят, они, конечно, разные. И проблема в том, что сейчас у нас не такой большой выбор, как у руководителей, по тем, кто идет. Вот, например, нужен учитель физкультуры, или нам нужен учитель математики. Раньше мы могли выбирать 4, 5, 6, сейчас один пришел, но, слава богу, даже в ВГГ. Потому что дефицит достаточно большой, и если мы говорим по старению педагогических кадров, то оно ощущается очень большое. И хотя мы говорим всегда, что у нас вакансий нету, если рассмотреть, так называем, скрытые вакансии, когда ведут люди пенсионного возраста, или еще ведут по 40 часов, то есть это уже какая-то вакантная ставка. Это небольшое лукавство, что у нас все хорошо, и мы обеспечены всеми кадрами. Но вместе с тем молодые педагоги, они увлечены попробовать тому, что их учили на студенческой скамье, получится у них или нет. И соединить этот опыт с тем, когда они 5 лет назад или 4 года назад сами были старшеклассниками, и вот хотели что-то, чтобы наш учитель был каким-то иным. У них эта возможность есть. И несмотря на то, что у них с ребятами разница в возрасте небольшая, это и плюс, и минус здесь есть, они наиболее хорошо понимают это поколение. И если учитель сможет выстроить не понебратские отношения, не приятельские, а именно вот такая учительская дистанция, но с пониманием, с полуслова тех потребностей, иногда даже сленга, который есть у детей. И дети таких педагогов принимают очень хорошо, потому что они понимают, да, это педагог, у нас есть граница, мы разные, но вместе с тем они очень легко откликаются на какие-то детские предложения, куда-то сходить, куда-то съездить, что-то сделать. Система свой-чужой срабатывает, да? Ну, может быть, да. И студент, выпускник, который приходит, он еще тоже в таком хорошем состоянии, когда у него есть амбиции, здоровые амбиции. Он еще в 90% случаев не обременен семьей, детьми, какими-то большими проблемами, и ему хочется это. У него тоже так же, как у детей, горят глаза, когда получается, а когда их еще похвалят. А когда они приходят не один человек, а, например, в течение двух-трех лет приходит их человек 5-6, и они вот эта молодежь объединяются, им классно, им комфортно, потому что у них примерно одинаковые проблемы, и они находят себе вот такую среду общения, которая очень продуктивная и позитивная. И поэтому вот молодежь, это очень хорошо. И мы иногда смотрим, учимся у них, и по-хорошему завидуем. — Но ведь вот вы сейчас говорите, Валерия, и у вас горят глаза. Вот, мне кажется, у вас-то они горят еще больше, чем у этих молодых ребят, которые приходят. И мне бы очень хотелось, совсем немного времени, осталось очень жаль. То дело, которым вы занимаетесь много-много лет, сколько вы директор школы уже? Ну, в ВГГ. — Я уже... — Больше 10, по-моему, да? — Да больше, 17 лет. — 17 лет. Это ваше дело? Вот что вас драйвит все это время, как говорит молодежь? — Ну, первые лет 10 я считала, что это не мое дело. — Не ваше. Потом нашли? — Потом, видимо, да. Было очень страшно, очень ответственно, когда я только входила. И, наверное, здесь сыграла роль еще, во-первых, возраст. Мне было всего 28 лет, когда я пришла на должность директора. И второе — это была жуткая ответственность перед Александром Санычем, который доверил мне коллектив. И, наверное, жуткая ответственность за школу, потому что я не могла сделать что-то плохо, поскольку эта школа была основана моим прадедом. Он был в самом первом педагогическом коллективе, в педагогическом совете. Вот какая-то такая трепетность отношения к школе не как к работе, как к жизни, как к дому. Она и придавала уверенность, с одной стороны, и с другой стороны, наверное, больше груз ответственности, да. То есть я не воспринимаю, не воспринимала школу как что-то, ну вот не получится, ну пойду в другое место. Ну вот надоест, пойду еще куда-то. Пока такого нету, и есть желание работать, желание сделать школу максимально комфортной, яркой, интересной. В каких бы ситуациях сейчас не жила страна и не находилось образование, но мы в ответе за детей, мы в ответе за педагогов, мы в ответе за в какой-то мере их развитие, их будущее. Поэтому мы не можем опускать руки, и, наверное, вот это держит, придает силы, и самое главное, ты видишь результат своего труда и труда педколлектива. Вот это будет завершающим моим вопросом. Вы видите этих детей, вы учите их, воспитываете. У нас есть будущее? Обязательно, причем очень хорошее. Я искренне благодарю вас за участие в программе, и глядя на вас, на вас именно, я тоже верю в то, что у нас, уверен в том, что у нас есть будущее, будущее хорошее, потому что я рад, что с нашими детьми работают такие люди, и если мы недостаточно уделяем времени, то, собственно говоря, у них есть возможность получить те знания, те навыки, те ценности, которые мы все ворчим и в них не видим, они могут их получить у вас. А возвращаясь к молодым преподавателям и к моему вопросу о мотивации, вы знаете, хочу поделиться своей историей. У меня бабушка была много-много лет учительницей, и когда ей было уже почти 70 лет, ее пригласили выпускники ее первого класса на 45-летие выпуска ее первого класса. 45-летие. Там дожили, к сожалению, далеко не все. И вы знаете, я помню, как она готовилась, я помню, как она вернулась оттуда. Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты увидела через 45 лет детей, которых ты когда-то учила и воспитывала. Искренне желаю, чтобы все, кто приходит в образование, в педагогику, ценность вот этого свершения того, что ты делаешь, осознавали. Валерия, спасибо большое. Спасибо вам.